Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Мне всегда было интересно, на чем у нас держится новый особняк за донат, который находится прямо над водой. Раньше-то у нас не было фоторежима, и понять эту структуру нельзя было, и многие подписчики мне задавали вопрос, Лич, а как он там вообще стоит на воде, на чем он стоит, как вообще? Я подумал, да у нас-то есть фоторежим, почему бы я для всех не закрыл бы этот вопрос? Тем более, есть такая возможность просто сейчас включить фоторежим, да и воспользоваться тем, что нужно. Поэтому, ребята, сегодня мы это сами сделаем. С вами Личи, и это новый крутой ролик по симулятору автомобиля 2. Но перед тем, как мы начнем, собственно говоря, изучать этот особняк наш, я хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. А находятся они в моем багажнике. Давайте тогда быстренько в багажник вот так сбегаем до багажника и посмотрим. Раз, два, три. Вот они! И если ты тоже захочешь попасть прямо в багажник, прямо в ролик ко мне, чтобы твой комментарий был виден, то нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику или писать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн с телефона», потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store. А если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «Топ», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на «Хассл» и играй вместе со мной. Все, мы только что все сделали, все четенько. Теперь нам с вами нужно изучить. Изучить этот особняк, который находится у нас прямо на воде. На чем он, собственно говоря, держится? Потому что многие говорят «Блин, личи». Даже при каких-то, короче, я так понял, что при каких-то настроях графики у многих моих подписчиков даже не видно было вот этих столбов. Но, в принципе, тут уже невооруженным глазом можно заметить, что, во-первых, он стоит на больших столбах, на сваях. То есть вот такие вот штукенции есть вокруг дома. И он держится, собственно говоря, на них. Да, вот сейчас вы это можете увидеть прямо сейчас на этой записи. И вот он на чем держится. Да, дорогие друзья, то есть он не парит где-то там над водой или что-то еще такого, собственно говоря, нету. Кто мог так подумать? Ну, ребят, это не так, на самом деле. Окей, давайте попробуем все-таки попасть как-нибудь под воду. Надеюсь, что мне это получится с первого раза. Вот сейчас как-нибудь погрузить эту машину прям полностью в воду. И как-то вот так вот даже вот сейчас выйти. Да, вот ну-ка, надеюсь, что получится. А, нет, не получается. Надеюсь, что сейчас, опа, запрыгнули. И так, у нас какой-то бак сработал. Но, в принципе, он нам сейчас будет и на руку. Но я не могу ничего сделать. Так, машина куда-то плывет, а я не могу за руль сесть. Это, блин, бывает такое. Мне вот интересно, что у нас тут происходит. Вот, как видите, да. На таких штуках он находится. Железобетонные вот такие перекрытия. И вот тут даже есть какая-то подводная дверь. Да, видимо, там может какой-то есть подвальчик еще, о котором мы не знаем. Но, что-то у меня сломалась немного игра. И я не могу ничего абсолютно сделать. Довольно-таки странно. Вообще интересно, такого я еще не встречал, чтобы такое происходило с игрой. Но посмотрим, что у нас тут за тачки вообще есть. У нас тут есть такие машины, как вот фиолетовая, к примеру, красная Toyota Alteza. Или как она там называется. Но, в общем, можно сейчас попасть именно туда. Ну, потому что все. У меня сейчас забагалась игра. Ничего делать не могу. Окей, давайте тогда перейдем, найдем эту красную Toyota Alteza, которую у нас там есть. Или как она там называется? Toyota Terramont. Вот, возможно, как-то по-другому. Окей, но вот эта тачка тоже должна быть тут в особняке. В этом, который на воде. Пляжный особнячок такой. Так, походу, да, я тут. Все отличненько. Так, ну, собственно говоря, с виду вы можете понять, что он выглядит именно вот так. Хотя я, походу, выйти не могу, да, на улицу. Через стекло. Странно. Странно. Я думал, наоборот, игра нас разрешит прогуляться, собственно говоря. Но что-то совсем не разрешает. Странно. Но обиделась, видимо, игра обиделась. Явно обиделась. Но как он будет вообще выглядеть сверху? К примеру, если мы вот так поднимемся наверх, будем наблюдать отсюда. В принципе, все довольно-таки круто даже должно быть. Можно даже вот таким вот образом быстренько... А нет, не получается спрыгнуть. Не получается. Игра нам не дает такого допуска. Не разрешает нам как-то взять и улететь вот так вниз. Нет такой возможности. Ну и ладно. Ну и ладно. А что бы могло обозначать вот эта вертолетная площадка? Будут ли у нас когда-нибудь вертолеты в игре? Или это просто декорацию, которую добавили разрабы? Пока что непонятно. Пока что ответов таких... Ответов на вопросы у нас еще нету. Разработчики с нами таким не делятся. Возможно и будет что-нибудь, а возможно и нет. Кто знает. Кроме разработчиков, я думаю, что никто об этом не знает. Но ладно. В принципе, в любом случае это прикольно, это красиво, это круто. Но окей. Ладненько. Нам надо спуститься все-таки туда опять вниз. И попробовать заехать туда под воду. Потому что нам нужно посмотреть, что это такое за подвальчик. Что за подвальчик и куда он вообще ведет. Потому что тут абсолютно ничего нету. Ничего не видно. А вот она вот эта дверь. То есть тут это порожек. А получается снизу он выглядит как самый настоящий. Что и есть, собственно говоря, какое-то как окно. То ли как окно, то ли как эта дверь. Возможно, там какой-то есть подводный подвал. Что с игрой происходит. Короче, игра вообще не дает ничего сделать. Ничего не пойму. Да, игра, видимо, сломалась. Ну-ка, а если так. Что-то с игрой происходит. Я не знаю. Какие-то проблемы, видимо, у игры есть. Но у меня все ломается. Все кружится. Все дергается. Ну-ка, опять выйти в меню. Короче, с игрой происходят какие-то странные вещи. Как только я хочу что-то исследовать. Как что-то изучить. Туда, куда вообще, наверное, игроки не должны лезть. Все. Игра кражется. Она ломается. С ней что-то происходит. А, все. Теперь я, в принципе, понял, что это за штука. Это стекло опускается, когда мы появляемся. То есть это все теперь верно. Это никакой не подвальчик. Это просто вот это стекло. Оно опускается туда-сюда. И, в принципе, тогда больше изучать тут получается. Да и нечего. Как бы я бы не хотел. Но, увы, чего-то нового мы сейчас не увидим тут. Но, в принципе, ладно. То есть, в принципе, ладно. Опа, все. Игра ломается. Короче, она не дает нам ничего сделать. Эх, жалко.